Это насколько они ее завышали, да, и что до 70% готовы были снизить цену и как бы осталось там совсем, ну там, например, 1000 рублей за какой-то крем, то мне кажется, это даже опасно такое покупать, потому что, ну, из чего это сделано? В 70% скидке Аша, любитель шоппинга, профессия стилиста обязывает не очень-то и верит. Да и в принципе на распродажах редко что-то покупает. Берет вверх вторая профессия маркетолога. Бывает такое, что, например, компании решают, во-первых, добрать план продаж, да, как бы перед коллекциями новыми и они действительно делают скидки на те товары, которые, ну, как ликвидация товара происходит. На самом деле большие скидки на новые коллекции в период распродаж никто никогда не делает. Чаще всего ценник резко идет вниз на одежду прошедшего сезона. Хорошую, красивую, но все же тучье время уже вышло. 1 декабря все, что сейчас на стойках здесь по распродаже, оно уедет и его место займут продукт красивый, новогодний, сезонный в тот момент. Это, я думаю, общая мировая такая практика, тенденция, поэтому, наверное, в ноябре есть эти праздники, черная пятница, шоппинг-дни. Они как раз для того, чтобы где-то, да, почистить остатки. Все эти мероприятия, они не проявление какой-то благотворительности и прочих, так сказать, благих намерений, да, то есть все-таки потери, которые может понести от неправильных решений, в том числе и ценовых фирм, они гораздо больше, и поэтому она с большей серьезностью ко всем этим процессам подходит. Она все тщательно считает, и все вот эти скидки, так сказать, и прочие вещи, они уже включены в цену товара. Крупные магазины, небольшие отделы, маркетплейсы всегда останутся в выигрыше, уверен экономист. А вот что касается покупателя, на самом деле есть разные типы. Кто-то с деньгами расстается легко, а кто-то будет сильно расстроен, если в соседнем магазине тот же товар окажется на 300 рублей дешевле. Поэтому эксперты советуют тщательно взвешивать свою покупательскую способность, в том числе и в сезон распродаж, и уметь останавливаться, когда, что называется, понесло. Есть формула расчета часа, стоимости вашего часа рабочего, жизни, здесь неважно. Мы берем свой доход за год и делим эту цифру на 2000. Эта цифра, которая получается в конце, зачастую она является отрезвляющей для многих. Сейчас Новый год приближается, в том числе, балерина, красивая игрушка-балерина, которую перед Новым годом она манит, рублей 500 она стоит. И казалось бы, ну что я себе не могу позволить. А когда мы вспоминаем, что зачастую у среднестатистического жителя Барнаула стоимость рабочего часа это там 370 рублей, а иногда эта цифра бывает еще ниже, то, соответственно, балерина это не просто игрушка, а это два часа вашей работы. В период распродаж люди часто совершают спонтанные покупки, продолжают эксперты. Чтобы действительно получить удовлетворение от шопинга, а не сожалеть о внезапно опустошенном кошельке, к покупкам надо подходить с точки зрения разумного потребления. Не поддаваться сиюминутным каким-то мотивам, а работать над процессом потребления и стараться приобретать лишь те продукты, которые нам действительно необходимы в каждый конкретный момент времени. Кстати, со слов экспертов, неделя скидок была на пике популярности в России лет 10-15 назад. Теперь интерес к ней поугас, отчасти из-за снижения покупательской способности. Но если все же вкусные цены манят как магнит, стоит обязательно обратить внимание на срок годности товара и отследить его стоимость до распродажи. И покупать вещь или технику, лишь когда цена действительно упала. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.